приветствую тебя на канале северный патрик дорогой зритель сегодня мы приехали на соревнования кубок поршня 2020 приехали в село куньдядя это нюрбинский улунс республика сахар-якутия сейчас время пол пол 11 утра и участники собираются с 11 часов у нас регистрации участников и сразу с 12 парад на место соревнования сейчас мы все покажем все расскажем будут где-то около 30 участников мы будем залить болеть конечно за уазов вот участники почти все собрались как мы видим тут полно уазиков у вас и у нас есть один surf и одна темная лошадка наши главные соперники смотри ты какой пердак у хантера полёса большие прямо ток прямо ток банковской барс только одна буханка сейчас будет дополнительная регистрация участников потом краткий брифинг и будем парадом идти на поле соревнования пройдут на поле на снежном заснеженном поле снег оказывается тут не такой как у меня на районе у меня на районе глубина снега около не выше колено было чуть-чуть а тут ниже колено считай на 15 сантиметров меньше снега вот ребята все волнуются я пуске и спорткары на скольки будете травиться 0404 без камерка или с камер они опасно не выйдут не разборкируются учащик под номером 121 нинь и нинь и нинь и нинь м ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот машины переехали с парада, парад машин. Сейчас займут свои места, а потом скоро уже переприятия, открытия, соревнования пройдут, уже проходит, потом уже будет первая гонка. Сейчас расскажем, какие соревнования пройдут, и все по полочкам мы вам покажем. Мы будем поделиться УАЗом на соревнования. Вот мы видим три иномарки. А тут вот этот красный, какой-то, это широкий, да? Угу. И еще один, какой был, 80-й был. Та 80-я, которая в прошлом ролике как бы выиграла УАЗиком. Ну, сейчас вот в настоящих соревнованиях мы увидим, какая машина действительно достойна кататься по снегу. Дарканов, Шунтар, Семенов, Николай Николаевич, Яковлев, Аркалан Скипанович. Держи вода, хотать его, да? Держи вода, хотать его, автобец Роса. Забыл, поздравю всех с 23 февраля. Я тоже немножко волнуюсь. А сейчас первый этап начнется, этап называется биатлон. Там на машинах поедут и будут стрелять мишени из пневматической винтовки. Ну, вы сейчас все сами увидите. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 А у нас отсюда 90 километров в моем село, и у нас снег высоко лета, 67 сантиметров. Это соревнование биатлон. Как мы видим, машины от стартовой позиции едут на 100 метров, и там останавливаются. А дорога тут раскатанная, то есть они не идут по сугробам. Поэтому здесь что важно? Важно здесь хороший старт, хорошая быстрая остановка, меткий выстрел. Вот, в принципе, и все. Те, которые быстро делают старт, сразу останавливаются, хорошо метко стреляют и возвращаются на финиш. Те и побеждают. Но еще надо, чтобы попасть в мишени. Если промазать по мишени, то дают штрафные очки. За каждый промах добавляют 10 секунд. Это очень много для таких годок. Сейчас идет соревнование биатлон. Вот те машины, которые остались, всего 24 участника. А те, которые уже отстрелялись, идут вон туда, на опушке леса. Оттуда начнется спринт, дрэк рейс на 800 метров. Они будут ехать к нам на 800 метров по снегу. Сейчас померяем толщину снега, сколько. Вот эти машины стоят в очереди на биатлон. Кто-то ремонтируется. Кто-то просто ждет. Кто-то смотрит, оценивает ситуацию. А что у тебя за труба-то? Турбина. Турбина? А мотор какой? УМЗ. Карбюлятор. Ничего себе. Человек поставил турбину на УМЗ. Карбюлятор. Посмотрим, как поедет. Двадцать первый номер. Крещенек. Предатор. Якут. Горный. А этот наш прошлый герой, который нас порвал. Ну, говорят, только в том виде, который я снял, ты порвал. А в остальном тебя и порвали, да? Да, да, да. Восьмидесяточка. Это что, мать родила? Или что-то улучшал, тюнинговал? Сток. Полный сток. Сток, только резина. Только резина. Но ты УАЗиком фору дай. Мы постараемся. Он вышел из трассы. Смотрите. Иногда так бывает. Спешка. Когда неправильно зарулить, можно выйти со страции и так потерять много времени. Вот смотрите. Впереди стоит еще одна палка. И тут, как бы, это гараж. Линия старта. И машина должна на финише остановиться и не задавить эту палку. Если задавить палку, то тоже стропы и очки дают. Вот так вот. Суровые конки. Сейчас поедет вот этот сурф. против турбового люкса. Как сказал сам водитель, у него стоит турбина на УМЗе, на карбюратор. А тут сурф, монстр. Тоже представляет наш район Сунтарский. Сейчас посмотрим, как поедут. Машина на старте заглушенная. Водители стоят около машины. После старта они должны зайти в машину, быстро завести и поехать вот на стрелковой позиции. Люк сразу вышел со стрессы. Третий промах. Нет. Третий промах. Нет. Третий промах. Нет. Четвёртый промахт. А нет, тут только одну машину поразил, сурф, считай это минус 40 секунд, после выстрелов идут дальше на 100 метров, там разворачиваются на 180 градусов и едут обратно. Посмотрите, ребята на люксе быстро подстрелялись. Штраф, машина очень тяжелая, вот так вот, сейчас посмотрим на УАЗик, как УАЗик остановится. УАЗик остановился без штрафа. Ещё один заезд, иномарка против УАЗика. Оба машины представляют тоже наш УЛОС Сунтарский, команда Викинг, Хантер, а эта иномарка, какая я даже не знаю. УАЗик остановился без штрафа. только одна решение пора поражена в иномарке две мишени уазик вырвался вперед а Уазик застрял и на маеку уже пришла. Пойдем отсюда. Викинг. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот, вся республика участвует в езде. Вы вчера к нам приехали? Да, вчера к нам приехали. Сколько километров ездили? 500 километров вышло. Считай, по 7-й группе. Мы поехали по 7-й группе, да. Вот, согласно, 35-е стоят. 33-е. Они широкие? Плоские. Плоские, да. Я видел, у ребят еще уже были. А как ты думаешь, для снега какие колеса лучше? Широкие? Жирные? Или тонкие? Да, лучше тонкие. Жирные, а не для песка. Для грязи. А тонкие он снег не идет хорошо. Потому что у меня в комментариях писали, что чем жирнее, чем шире колеса, тем лучше они снег поднимают. Нет, а он наоборот? Как сказать? Чем шире сопротивление больше? Сопротивление больше, да. А узкая, она резче берет. Да. А вот как ты считаешь, как выступили у 4 этапа? Мы как бы соберем. Ну, твое мнение, конечно, да. Ну, неплохо. Главное участие. Конечно. Да. Главное с людьми, как вы видели, с нами. Я тоже хотел со своим Патриком поучаствовать, но машина уже отдасталась. А вот в таких соревнованиях вообще, да, машина истощается, да? Ну, да, и взнос двигателя оборудований на очководке. Да, и взнос двигателя оборудований. Все оборудований взнос двигателя, да. То есть, повышенное износ двигателя. Да. Да, это просто, как бы, некоторые мне тоже говорят, что зачем тебе это нужно? Просто машину пробить. Это уже заложено, уже получается. А машина эта, тоже как лоё, ты её делаешь, по словам-то обед делаешь, и доводишь его до такого, чтобы потом уже делать. Ну, давай, желаю вам удачи. Хорошо занять призовые места. Спасибо. Здорово, ребята. Здорово. 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 Вы, у вас бояки, что включилось-то? На ударе... ולшинник сломал. А это в последнюю этапу? Нет, первую. Первую? А после этого... Ну, после этого, Домник? Она участвовала в Shawshiba. Еще сверху Живе. А вы из какого района? Намский Сколько километров приехали? Почти 900, 850 850 километров ради того, чтобы участвовать в наших гонках Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочу представить вам Леонида Савинова. Он сейчас расскажет про эти соревнования. Расскажи, что сегодня творится, сколько участников и что ты из себя представляешь. Как представляю, скажу, что организатор из юлийских групп гонок на автомобилях уже седьмой раз проводил себя в районе. Здесь как ведущий экипажи пригласили, вот так приехал. И в этом году 24 участников, и каждым годом все больше и больше участников. Это показывает, что это как бы развивается соревнование. И в этом году новые участники появились. Татчинские себя показали как в двух этапах, как лидеры показали. это показывают, что на УАЗиках они выступают. Самые подготовленные, самые сильные у нас в республике они являются сейчас. Но они, считая, постоянно участвуют? Постоянно участвуют в республиканских гонках. И у них летом тоже же проводится грязь гоняет. Грязь шел, да. И вокруг города Якушка проводится, в ближних улусах проводится 5-6 таких соревнований каждый год. А вот сегодня из УАЗиков какие вы видели, какие мосты, какие полёса вообще таких гонков? У меня в комментариях писали, что чем жирнее, чем больше и шире колёса, чем шире колёса. Тем лучше едет по снегу. А как начинаешь? Нет, от этого не зависит. От снега зависит. В этом году вот снег у нас мягкий, как бы это. Если ветреная погода бы стояла бы зимой, не порубиться было бы УАЗиком. Но в этом году снег мягкий, вот из-за этого рыхлый снег, из-за этого вот едут нормально. Даже вот 30 сантиметров тогда бывает, вот ветра бывает, 30 сантиметров, ни на каких колёсах не поедет бывает в некоторые годы. А так вот, в основном, вот китайские колёса вот Симикс, тут все одевают, не знаю. Они как бы мягкие и это, не замерзают, по-моему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо быть добрым к машине. Ты же чувствуешь, как бедняжка стонет, под тобой. Если ты хочешь выжать из механизма всё до предела, и хочешь, чтобы он выдержал, то ты должен почувствовать, где этот предел. Вот, посмотри. Ты видишь? Там идеальный круг. Никаких ошибок. Все переключения скоростей, все повороты. Все идеально. Ты видишь? Кажется, да. Большинство не видит. Большинство даже не знает, что он есть, но он есть. Он там. Сейчас идет. У меня есть еще немного. Семяк, ты же посчитаешь. Хочется появиться с мамой. Война way, чтобы выстреловаться дальше. Уважаем. Утро, если мы не спишь. заферы, как защищены у нас, отрезаются там подуши. И наверно мы сегодня. Утро, как можно по-моему. Утро, как по-моему. Утро! Утро... Утро! Утро! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хараян в переводе снежной гонки проводится только для УАЗов, да? Да, да. А УАЗ, считай, может прийти и участвовать любой человек на любой иномарке. А эти самоходки можно участвовать? Нет, такого нет. Обязательно с ПТС. А эти ограничения на колеса? Ну, ограничения не делаем. Потому что... У снежных гонков официальных есть ограничения по размерам колес, да? По ширине и по высоте, по радиусу. А тут, считай, большие ограничения. Кроме сельхозтехники. А, ну, кроме сельхозтехники. А сегодня 24 участника, да? 24. Из каких районов приехали? С Татты. Снамский, Горный, Юрийский, Алёпинский, Юрпинский, Сонтарский. Почти половина республики приехала. Самая крайняя точка из Татты, получается. Где-то около 1000 километров. С Алёком мы сказали 500 километров, они... Мы интервью взяли у них. А у вас призы кто ставит? Вы ставите. У нас чисто спонсорские силы скандинское наследие, администрация, и культура, и индивидуальные предприниматели, которые работают в городе, в разных сферах. Вот видите, какие у нас молодцы спонсоры. Очень хорошие призы дали. За первое место экипаж из двух человек получили по одной штуке мотоцикла. Так вот, пожелаем Анатолию еще в будущем много таких хороших, ярких соревнований. Обязательно приедем в следующий раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня днем температура была около минус 15. Сейчас солнце уже село, начинается холодеть. Вот уже чувствуется, как холодает. Уже руки замерзают. Прошел очень насыщенный день. Даже не представляю, как я это буду делать в монтаж. Будет все очень сложно. А все увидели, набрались опыта. Я тоже когда-нибудь на своем патриоте хочу участвовать. Ну, и не сейчас, и не в следующем году, конечно. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь эта мечта может и сбудется. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. И удачи. Продолжение следует...